Мне бы не хотелось, чтобы это было односторонним материалом, потому что цель этого всего — повышение ваших, говоря слэмливым языком, скиллов, ваших навыков. В первую очередь, тех, которых вы не имеете. Потому что перед тем, как собрать этот материал, мы провели несколько стратегических сессий с тренерами, с департаментом, с родителями, с судьями. То есть мы выявили для себя, мы понимали, какие проблемы есть, мы выявили еще определенный ряд проблем. Поэтому эта информация, те практические навыки, которые мы будем вам давать, мы будем считать, что они нужны. Если вам что-то непонятно, сразу проясняйте. То есть мы не в школе, мы как бы в академии. То есть если академия, она подразумевает высший уровень мастерства, высший уровень. Поэтому она требует прояснения. Будут много, возможно, непонятные слова. Не бойтесь показаться глупыми, не бойтесь задать какой-то вопрос. Задавайте эти вопросы, то есть у нас должна быть с вами постоянно обратная связь. Так, все, скопировалось. Мы тогда будем начинать. Всем доброе утро. Так, у нас с наступающей весной, да, уже она наступила, и это, наверное, старт наших спортивных мероприятий, которые на протяжении года. И мы совместно с маркетинговой компанией Boomerang, представляет Дмитрий, да, и руководитель этого проекта, как бы запартнерились в этом году с ними. И в этом году у нас большая цель написания маркетинговой стратегии развития спорта. И в том числе войти, скажем так, в этап спортивных мероприятий, да, подготовленными, провести вот спорт-академию. Это 15 занятий, которые у нас будут проходить по вторникам и пятницам с 9 до 11.30. Я думаю, мы будем укладываться в этот период, то есть, если вы здесь, наверное, вы чувствуете, что вам это нужно, да. То есть, у нас уже, как бы, эпоха времени подталкивает к тому, чтобы меняться. Мы вместе с вами тоже хотим меняться. Действительно, и министерство уже, да, маркетинговые исследования подстраивает таким образом, чтобы спорт вводить для общественности все-таки и за рамки какие-то, да. То есть, сейчас у нас и дети, в том числе, уходят в онлайн, нам нужно их вытягивать. И как-то рассказывать о спортсменах, популяризировать это. Ну, об этом можно много говорить, да, но надо действовать, да. И вот мы готовы вместе с вами трансформироваться и делать наш город лучше и занимать первые места по Украине. Да, всем продуктивной работы и, действительно, чтобы мы, каждый из нас, получили те навыки, которых нам не хватает. И уже в 2021-м мы могли сказать, что все это было не напрасно. Спасибо за активную позицию. Я хочу вот о чем сказать, то есть детализировать немножко то, чем мы будем заниматься. У вас у всех есть курс, расписание курса и 15 данных. Вот сейчас я хочу вам, наверняка, может быть, возникали вопросы. Я хочу, перед тем, как сейчас технически выполним, я хочу детализировать, что вы и зачем это нужно. Итак, что сегодня? Сегодня маркетинговые возможности в спорте. То есть сегодня водное, как бы, не назовем, водное занятие, но на каждом занятии будет практика. И поэтому... Ой, найдете, Виталий? Вот, маркетинговые возможности в спорте по ПТ, да. Вот она, первая. Я все свои мастер-классы и мы все свои мастер-классы построим на тех актуальных, скажем так, трендах, на тех актуальных действиях, которые мы делаем регулярно для бизнеса. Это первое. Поэтому вся информация, которую вы здесь получаете, она актуальна, она применима для бизнеса. И, собственно говоря, мой консалтинговый бизнес на этом построен. Мне за это платят деньги. То есть, если у кого-то возникают какие-то вопросы индивидуальные, вот уже возникали, пожалуйста, я готов консультировать, мы можем обсуждать индивидуально цены тех или иных проектов. Второе. Вот сегодня у нас маркетинговые возможности в спорте. Я покажу. Сегодня будет много видео. То есть, в основном будет больше лекционных практических материалов. Итак, на втором занятии у нас «Как создать лучшую, как строить инвестную пропозитию на основе клиентских психотипов». Клиентские психотипы. Их существует шесть. Здесь на постсоветском пространстве. Ленинградская школа психологии. Я просто... Да, надо просто развернуть ее. Одна из лучших методик, очень простых, очень эффективных, понимания клиента. Одно из болевых точек, которые мы увидели на строксессии, это о том, что, к сожалению, спорт, ввиду того, что есть разногласия между тем, что это общественная, спорт это общественная организация, либо бизнес, супер. Это понимание, что спорт направлен на удержание не только привлечения, но и удержание клиента. И один из эффективных способов этого инструмента, базовый психологический инструмент, это понимание клиента, это психотип. Параллельно с этим, в этом мастер-классе будут рассмотрены голландские технологии, я тоже активно применяю, шесть типов лидерства. Потому что спорт завязан на лидерстве, их существует шесть типов, и точно будет методика, как определить, кто вы, какой тип. Там есть менеджер, есть воин, есть разведчик, есть судья, есть арбитр, и кто, возможно, ваши родители, ваших спортсменов, либо дети будущие, подростки, то есть ваши клиенты. Следующий момент. Почему брендинг третий? Почему брендинг ценологотык? Брендинг – основной инструмент сбившения клиентской ценности и сбившения доходов. Действительно, я как руководитель брендингового агентства уже 15 лет, даже больше, уже 17, 2003 года. Могу сказать, что нету двух одинаковых заказчиков, а за последнее, за все это время у меня больше, чем 300 реализованных проектов по всему миру. Так вот, нет двух человек, которые бы пришли и сказали, мы хотим вот что-то одинаковое. Потому что брендинг, это воспринимается как абсолютно разностороннее. У каждого в голове из вас, если кто с этим сталкивался, абсолютно разные восприятия. Моя цель – привести их к общему знаменателю и показать, как с помощью брендинга можно зарабатывать деньги. Следующий момент. Идентификация бренда на практике спортивного клуба. Будет пример четко, что такое брендбук, потому что очень многие люди не понимают и не знают. А это один из элементов эффективной коммуникации. Вот я сейчас вижу афишу на входе и понимаю, что афиша, например, сделана не совсем верно. То есть она нарушает визуальные системы коммуникации, потому что ее сделали не совсем правильно, не знали, как ее сделать. Пятое. Что такое креатив в рекламе, для чего он нужен, как он работает. Набор креативных методик. Тоже рассмотрим четкие методики, как работает, как с помощью креатива можно привлекать клиентов, как можно увеличить свою добавочную стоимость. Следующий момент очень важен. Шестой. Виды событий до событий бренду в спорте. То есть мы сегодня будем рассматривать, что есть понятие маркетинг личности. Вы все понимаете и сталкиваетесь с инстаблогерами и прочими-прочими. То есть спортивный лидер может быть инстаблогером. Нужно понимать, как строить себя, какие технологии построения себя как личного бренда. Седьмой. Элемент коммуникационной стратегии. Бренд-код федерации. В данном случае бренд-код компании. Федерации, может даже человека, может даже личности. И что он воплощает, куда стремится. Мы здесь будем, здесь будет практическое задание по построению бренд-кода. В том числе, либо личного, либо для федерации. Потому что это эффективный и самый понятный, самый простой. Я буду все время использовать методики, как я называю, кулачного боя. Чтобы вам достаточно было просто, условно говоря, сжать пальцы и нанести удар. Потому что если вам для воплощения ваших стратегий требуются какие-то дополнительные, очень сложные элементы, это неэффективно. Вы в спорте знаете то же самое. Универсальный маркетинговый инструмент презентации бренда Elevator Pitch. Здесь будет рассмотрено практическое занятие. То есть, как его построить. Это способ подстройки. Очень эффективно используется в IT-отрасли. Потом. Отдельным будет блок. У нас будет 4 занятия. Полностью посвященный разбору очень детально соцсетей. Поверьте, если заказать этот блок за деньги, то это будет стоить больших денег. Поэтому советую вообще не пропускать. Основы социальных мереж. Facebook, Instagram, Telegram. Створение, оформление, начинка старинок. Реклама, просувание в социальных сетях. Бизнес-профиль, рекламный кабинет, таргетинг. Створение спортивного ивента, вид идеи идеализации. PR спортивного ивента. И будет еще отдельно. Я попросил лучшего специалиста в отрасли. PR-директора гольф-клуба Анигин. Провести отдельно теме копирайтинг спорта в социальных медиа. То есть, вот этот блок полностью будет сформирован специалистами в отрасли социал-медиа. Отдельно. То есть, вот у меня будет начальное занятие, связанное с маркетингом. Тактическим и стратегическим. У них будет связано социал-медиа. Потом будет искусство презентации. Потому что того, как вы презентуете свой проект, как вы презентуете свою федерацию, как вы презентуете свой клуб, как вы презентуете себя, зависит очень много. И потом будет итоговый проект. То есть, итогом всего работы будет страница, ну, во-первых, то есть, полностью оболочка ваших социальных медиа. И вы должны будете ее проработать, создать, сделать. И у вас итоговым проектом будет, там, elevator pitch, бренд-код и так далее. То есть, у вас будут четкие или понятные элементы, которые дальше, я имею в виду, маркетинговая и пиар-стратегия, которые вы дальше начнете использовать в своей постоянной работе. Вот. Ну, это вкратце мы пробежались по нашему курсу. Итак, тогда поехали. Так, смотри, сюда. Я долго не люблю, в отличие от молодежи, саморекламы. Искал какую-то фотографию. Но эта фотография чем интересна? Это турнир Порше. Турнир Порше в гольф-клубе самый престижный, самый дорогой. Как со стороны участников, так со стороны и титула Порше. То есть, тех денег, которые платятся за участие в этом турнире. Я очень много имею опыта по привлечению денег. Я первым в спорт, по размещению рекламы. Я очень много до гольфа занимался теннисом. Потом, 40 лет, 10 лет назад, пришел в Ситенко. И профессор сказал, что любишь? Я говорю, теннис, горные лыжи и роликовые коньки. Он говорит, отлично, еще годик и жду тебя на операцию колен. Все, поэтому теннисное обмундирование лежит наверху. Роликовые коньки украли, ну и фиг с ними. Вот, гольф, бег, небольшой, йога, стретчинг и так далее, и тому подобное. Это мое мировоззрение. Но, как оно мне помогает работать? И почему я? Потому что я очень много размещал рекламы. Я очень много взаимодействовал. Вот это наши афиши. Вот сравните их с афишами из ваших спортивных мероприятий. То есть мы много делали относительно тенниса. Мы много делали тех афиш. Наши афиши признаны Международной теннисной федерацией, наши буклеты. Признаны лучшими из всех, которые были на тот момент. Мы делали очень много рекламы, когда входил гольф-клуб. Мы делали креативные рекламы. Мы делали афиши, привлекающие те или иные спортивные ивенты. Я делал очень много этой брендинге, не спорта. В прошлом году Роми сделали. Я делал много коммерческих проектов. Я делал эгоист с нуля с их собственниками. Я делал superior fit. И я в данном случае говорю не только о создании логотипов. Я говорю о том, что с собственниками мы прорабатывали все те элементы, которые мы будем прорабатывать здесь. Бренд-код, идеологию, elevator pitch. Все коммуникации бренда. То есть для того, чтобы проект был заведомо успешен, он должен быть хорошо подготовлен. Поэтому я хочу на первом мастер-классе чуть-чуть какой-то пропаганды своей точки зрения высказать. Почему? Потому что я знаю, как зарабатывать на спорте. Я знаю, как привлекать деньги в спорт. Я делал очень много того, что никто не делал для меня. Я привлек Toyota и на BMP Paribas стояли Lexus в локомотиве. Хотя до этого этого никто не делал. То есть и автомобильные бренды не рассматривали теннисные соревнования как их целевую аудиторию. Но они заплатили достаточно весомую сумму. Прямо ему тогда взнос был порядка 5000 долларов. Потому что это было разрывом соревнований. Потому что этот уровень соревнований не мог работать по принципу, ну дайте нам сколько-нибудь денег. Потому что были международные тарифы. Если вы хотели попасть в поле зрения камер всего мира, то это стоит денег. Это было в том числе и для рекламодателя очень новым. Как так? Мы платили всю жизнь там 500 долларов, дали и нормально. А тут вы просите пятерочку. И далее. То есть если вы способны создать ценность, если вы способны ее донести, если вы способны ее обосновать, если вы способны ее аргументировать, всегда деньги будут. Деньги есть. Как сказал мой кунг-строитель на Новый год, раздавшись с 96 до 114 килограмм, Дима, в Украине деньги есть. Шутка шуткой, но деньги есть. Для этих целей нужно принять некоторые правила игры. Первое правило игры, что спорт, частью которого вы и мы являемся, это религия. Это религия. Реально. С видео всегда возникает кучу проблем. Пока Виталик сделает, я о чем хочу сказать. Если поясню этот ролик. Ролик очень простой. Чемпион Марфо... Я не помню фамилию. Известный спортсмен Марафонец. Говорит, вы занимаетесь спортом, вы бегаете, даже когда вы это не понимаете. Когда вы пытаетесь остановить такси, когда вы забегаете в автобус, когда вы бежите за кофем и так далее, тому подобное. То есть, о чем я хочу сказать. Подтверждение тому, что спорт это религия. Потому что очень многие люди, и в том числе и ваши клиенты, не обращают внимания на некоторые базовые вещи, которые являются частью их составляющей жизни. И один из способов консалтинга и маркетинга, вернее, один из главных ее целей, обратить на это внимание с стороны, на которую они никогда... Виталий, давайте тогда вернем презентацию. Мы, наверное, таким образом посмотрим. Я видео буду... О, а, вот оно. Давайте вернем. Бог с ним. Так, все, пошел дальше. Я подключился. Вот здесь. Итак, почему спортивный маркетинг? Потому что взрыв спорта принес рост спортивного маркетинга. И именно о том, что люди, и вы должны говорить, что спорт является неотъемлемой частью жизни, в которой вы живете. То есть, в том числе, показывая вот такой ролик. Например, этот ролик мог бы спокойно находиться в соцсети любой из ваших, из любых видов спорта. То есть, обратите внимание, что я хочу сказать. Что виды спорта, и мы выяснили это на страцессии, между собой практически не коммуницируют. Но, когда сидели тэквондисты, футбик и еще кто-то, и, по-моему, легкоатлеты, и муай-тай, тут же нашлись точки соприкосновения из технологий, которой воспользовался тэквондисты для легкоатлетов, а футбик для тэквондистов. То бишь, в бизнесе есть понятие такое, и в социальных медиа есть понятие кросс-постинг или кросс-маркетинг. И в том числе кросс-маркетинг подразумевает, что обмен информацией и обмен технологией является одной из четырех стратегических способов повышения вашей стоимости, повышения вашей технической, или маркетингового веса, что ли, или имиджа, можно так сказать. Потому что реклама может быть как реклама спортивного события, но нам очень важно понять, что именно взаимосвязь вас, как людей спорта и клиентов, она должна... Вы являетесь, по сути дела, промежуточным элементом между брендами, между производителями. И я... Понятно, что я показываю Nike, потому что Nike это точно то же самое, что и Coca-Cola, потому что все его видеоролики, которые... Или все видео, которые снимают, они, по сути дела, датируют спорт очень сильно. Потому что это идеология Nike, развитие спорта через поддержку лучших и сильных, и через даже провокацию. Но даже на локальном уровне вполне работает взаимосвязь с любым производителем, магазином, швейным, или еще кем-то, или еще кем-то. Только вопрос один. Коммуникации. Я делал серию мероприятий, связанных с историей брендов. И там была история бренда New Balance. Так вот, просто менеджер позвонил в New Balance киевский, и New Balance выдал несколько фирменных рюкзаков на призы за вопросы о бренде. Просто. За них драка была. Это было вот там вот в этом самом Пентагоне или в каком-то заведении, то есть было человек 40 молодых людей, там было много. И когда они узнали, что будут давать на реальные подарки New Balance, реальные рюкзаки, которые действительно стоят по полторы-тысячи гривен, которые продаются в магазине, там чуть ли не дрались за них, а-а-а, и так далее. Мы даже не могли представить себе, что будет такой ажиотаж. Но, что нужно было для того, чтобы привлечь на это мероприятие людей? Просто дать нам найти нормального спонсора. И у вас уже появились люди. Они уже появились и сказали, вау, да это крутое мероприятие, бумеран крутые, они New Balance давали. Там кросс-постинг был сумасшедший. Мы не потратили денег, но мы прокоммуницировали, потому что мы бренду донесли его идеологию. Мы донесли, мы показали ему продукты, смотрели, сказали, вот такая программа про историю бренда. Я буду включать здесь видео таким вот образом, потому что так будет немножко быстрее и проще, да? И просто комментировать относительно спорта. У нас очень много уличных видов спорта. У нас очень много детей инвалидов. Вы знаете, что Украина на Паралимпийских играх бьет все практически рекорды. Потому что такой волей победы, как есть у нас, нет ни у кого. Потому что мы брошены сами для себя. Мы брошены на произволяющих. Наш спорт брошен нас произволяющим. Если ты рождился отверженным, ничего не мешает тебе стать известным футболистом. Это Леброн Джеймс, американский баскетболист. Это ролик, который порвал сеть, это ролик 30-летию Найка. И вот это, если вы знаете этого волосатого, это самый скандальный американский футболист, который не встал в момент изнесения американского гимна в качестве протеста против угнетения темнокожих афроамериканцев. Спорта, назовем это там. Сирена Вильямс, которая приезжала в Харьков, выступала. А я видел лично эти игры. И вы знаете, в чем парадокс? Я анализировал много контента вашего. Контента спортивных клубов, контента спортивных мероприятий. Я не нашел ничего вот такого. Я не нашел... Все видеоматериалы взяты исключительно с иностранных сайтов. Вы, являясь частью международной культуры спорта, вы не используете тот сегмент информации, к сожалению. И моя цель показать, какой сегмент должен работать, который бы вовлекал людей в спорт. Но очень важно понимать, что не только... Если у вас ассоциация... Если вы только про бег, то все материалы должны быть про бег. Или все материалы должны быть только про баскетбол. Либо все материалы должны быть только про муай-тай. Нет. Очень важно понимать и обратите внимание. Родители сказали очень важную вещь. Вы, я думаю, с этим сталкиваетесь. Что спорт начинается с вашего окружения, с того, что находится рядом. И зачастую спорт приводят ребенка, приводят первый раз родители. То есть, соответственно, вы обращаетесь к родителям. Пока ребенок начнет заниматься спортом, пока он проанализирует, что ему нравится, не нравится. Его может увлечь школа, еще что-нибудь такое. Но формирование своей собственной ауры, своего собственного имиджа и своих собственных ассоциаций, это только в вас. Вот такие видеоролики, найковские, какие угодно, ньюбэлансовские, адидасовские, они должны быть везде. Они должны быть в любом виде спорта, потому что это ролики, пропагандирующие спорт. Они должны использоваться в ваших социальных медиа. А я беру их исключительно на американских и европейских сайтах. Ничего нету, потому что каждый продает легкую атлетику, либо свои соревнования, танцы, либо свои соревнования, бокс, либо свои соревнования. А в бизнесе так не работает, ребята. В бизнесе так не работает. Ты всегда должен быть во все стороны. Ты как дюпель, который входит в стену, в гипсокартон, ты должен войти и раскрыться. Можно вернуться к презентации? Все, пошли дальше. Итак, очень важный момент. Несколько маркетинговых факторов. Спорт по запросу в топ-10 гугл. Олимпиада и евро входят в гугл. Эти же данные вы точно так же должны постить. Вы должны приклеиться к информационным потокам, мировым сообщениям и начать их постить. Кто знает, что произошло 2-3 дня назад между компанией Nike и Шараповой? Никто не знает. А об этом событии написали все мировые источники. Nike, если помните, погиб, может быть, кто знает, Коби Брайант. Вот то же самое Nike сделал очень серьезную рекламную кампанию в поддержку Шараповой, потому что Nike сказал, тебя незаслуженно выгнали из спорта. Ты была нашим кумиром, ты была нашим идолом. То есть бренды оказали глобальную поддержку. Давайте этот контент. Расшаривайте его, рассказывайте об этом. Выводите его в свое информационное поле. Спорт в социальных медиа. Теперь смотрите. Более 60% любителей используют Facebook. Это мировая статистика. Почти каждый пятый интернет-пользователь смотрит спортивные соревнования в соцсетях. Я буду параллельно проходить здесь. Почти двое из пяти пользователей Инстаграм смотрят спортивные соревнования в этой платформе или сторисе. Вопрос в зал. У всех открытые профили Инстаграма? Сколько подписчиков? Сколько в день вы постите видео с Торисом? Все. И вот здесь все. Смотрите. Учить и научить это разные вещи. То, что у вас открыт профиль, и с ним ничего не происходит. Потому что вы, может быть, думаете, что нет контента. Вот контент. Вот это контент. Это ролики Nike. Это информация. Весь спортивный контент на общую тему, пропагандирующий спорт, он ваш. Таким образом, люди будут приклеивать вас к этим видам спорта. Приклейте с ним. Воспользуйтесь этим. Маркетинговый факт номер два. Так, два. Сейчас. Спорт социальных медиа. Дальше. Смотрите. 70 и 12. Это то, почему мы здесь. Это статистика. Статистика и работа с данными. Это один из ключевых факторов маркетинга, который вы должны иметь перед собой. Любые данные, которые позволяют вам оцифровать информацию. Скажите мне, пожалуйста, кто-то может ответить мне на вопрос, какова стоимость входящего лида в ваш клуб? Понимали, вопрос не поняли мой? Какова стоимость клиента на входе в ваш клуб? То есть, сколько денег вы должны заплатить, чтобы гарантированно получить одного человека в гривне? То есть, соответственно, если 100 человек умножим на 100, если 1000 человек умножим на 100. Знаете ли вы этот показатель? А вы обязаны его знать. Потому что без этого бизнеса не существует. Если вы зададите вопрос любому человеку, любому бизнесмену, он хотя бы примерно скажет порядковые цифры. Не привлечение на страницу лайк, не привлечение в инстаграм, а стоимость реального входа. Потому что после того, как вы начали что-то постить еще в фейсбуке, в инстаграме, начали коммуницировать, есть еще куча моментов, когда его нужно завести. И когда он заплатит вам деньги и еще останется удерживаться. Обратите внимание, факт номер три. Спорт это шоу. Шоу, шоу, еще раз шоу. Поэтому спорт это видовищная украинская мова. Обратите внимание еще к очень важному моменту, который я хочу сказать. Ведь реально спортсмены достигают успеха в том, что в реальной жизни не имеют ни вогрейшего практической пользы. Может быть кроме бокса, или воинских искусств, или муай-тай. Стрельба из лука, стрельба из лука, в жизни вам это не пригодится. Игра в теннис с Светолиной вам не пригодится. Футбол, ну разве же на улице погонять. Баскетбол нет. И куча-куча подводное плавание, танцы нет. Спорт это шоу. И люди идут на это шоу. Хотя реально функционально поле, мы будем с вами разрабатывать, что любой проект стоит из функционального, ментального, социального и духовного поля. В функциональном поле зачастую он понимает, что это травмы. И что это практически неприменимо. И в этом есть одна из больших проблем, что люди, заканчивающие спорт, не становятся бизнесменами. И это не только в Украине. Это и американские прецеденты. Есть очень мало людей, которые после спорта стали успешными бизнесменами. Хотя по принципу действия это то же самое. Что и спорт, что и бизнес, это одно или несколько действий, многократно повторяющихся, доведенных до совершенства. Вы понимаете, что спорт и бизнес имеют очень многие аспекты. Мы сегодня будем показывать, я буду показывать очень провокационный ролик All Stars. Но All Stars, новозеландская команда по регби, считается одной из лучших в менеджменте. И ее спортивный менеджмент берут многие корпорации на вооружение. На All Blacks. All Blacks, простите, All Stars. All Blacks, да. Именно который Хаку Квичер. Даже моя младшая дочь научилась это делать. Как способ идеологического противостояния. Бюджет номер один в мире. Бюджет номер один в мире. Факт. Спорт, бюджет номер один в мире. То есть люди во всем мире выделяют на спорт. Если вы не начнете это говорить, если вы не начнете обращаться к вашим спонсорам, инвесторам, обратите внимание, спорт номер один в мире, бюджет номер один в мире, маркетинг номер один в мире. Обратите внимание, вода камень точит. Они сами не начнут это делать. И любой бренд, любая информация живет изнутри наружу. Если не начать это пропагандировать, то никто не начнет за вами повторять. И спорт самый мощный социальный инструмент мира. И здесь очень важное понимание того, и вы с этим тоже неоднократно сталкивались, что зачастую подростки уходят туда, куда уходит, у них очень сильно развит социальный так называемый фактор, они очень сильно уходят за компанией. Они все виды спорта компанейские, есть трендовые, есть модные какие-то виды спорта, а есть действительно понимание того, что да, вот этому мальчику это дано, но он идет за другими подростками и вам никак его не удержать. Вы можете это удержать только если вы начнете развивать социальную составляющую спорта. Потому что кроме ментальной составляющей, к которой он приходит, когда он осознает, что я либо мне это нужно, до него существует функциональная и социальная составляющая. И вот это развитие социальной составляющей, оно лежит на ваших плечах. Это ваш респонс, то, что называется. Вот этот ролик хочу показать, мы его нашли, он, конечно, шокировал, но это никакая не пропаганда, меня интересует постфактум этого ролика. Это как раз, я потом все видео спрошу, они у меня все есть, кто хотите, пожалуйста, пользуйтесь. Раздевалка. Последняя блокночизма. Это ролик коллаборации с Адидасом и технологической инновацией. Черная ткань совместно с Адидасом технологическая разработка. При натяжении она принимает цвет радугу. Радуга цвет флагов ГБТ сообщества. То есть, самый большой в мире постфактум медиа. То есть, Адидас пошел на технологическую разработку. Но то, сколько медиа бесплатно об этом написали, ни одна платная реклама не ошибилась. Это поддержка и понимание того, что спорт – это самый мощный социальный инструмент. Без всякой пропаганды, неважно в каком аспекте, просто обратите на это внимание, что социальные сети и социальные медиа охватывают в первую очередь социальные составляющие. И именно эффект пропаганды спорта лежит в социальном факторе. Поэтому социальные медиа – очень важный инструмент именно для спорта. Один из самых важных. Важнее, чем сайт, важнее, чем лендинг или еще что-то. Именно социальные медиа. Обратите на это внимание, поэтому мы будем уделять этому внимание. И я стараюсь каждый раз свои слова, чтобы они не были голословные, даже с моей точки зрения, моего опыта. Все равно это один я или группа людей. Спор для города – очень важный элемент. Почему и город привлек меня, почему я считаю, что это важно, почему я потратил свое личное время, чтобы привлечь студентов, чтобы они с кем-то, может быть, связывались студенты университета Каразина социальной, по социальной медиа, с кем-то, может быть, связывались студенты академии дизайна, с федерациями по изменению визуальных логотипов. Сейчас я еще хочу привлечь студентов и джеков на практику по маркетингу, потому что ко мне поступают запросы. То есть я как раз использую все инструменты для того, чтобы расширить и попытаться всевозможное за кросс-маркетинг всех ведущих партнеров, всех участников рынка. Несколько данных. Обратите внимание, может быть, кто-то не сталкивался, но так и есть. Всего лишь с 84-го года спорт наш был прибыльный. Спорт ввел бизнес-модель. Всю жизнь это был дотационный элемент. То есть когда уже, по сути дела, на распаде Советского Союза и Советского спорта, часть которых об этом до сих пор грезит, спорт был неэффективен. Но с 84-го года, именно с бойкота Олимпиады, началось, то есть как любая система, как любой бизнес-модель работающий в структуре ограничений, и спорт работает в структуре ограничений, именно это позволяет достигать быстрых результатов. То есть получились, пусть существует пол спонсоров, и таким образом создание не работы по принципу «дайте хоть сколько-нибудь», а создание давления и создание ограниченных возможностей дают возможность получать те бюджеты, которые нужны. Об этом отдельно будем рассматривать относительно бизнес-моделей. Виталий, извините, я сейчас... Корпоративное спонсорство... Вот, мы про это проговорили, и следующий слайд. Спорт – это бизнес. Обратите внимание, горовой рынок спортивного спонсорства в США – 200 миллиардов долларов. Да, мы не Америка, но сам факт. То есть если вы не начнете давить об этом, то к вам не придут спонсоры. Да, мне много писали, я прекрасно понимаю, что у нас нет закона о спонсорстве, но он будет в той или иной форме. Он будет, поверьте мне. То есть те изменения, которые происходят, они происходят. Они будут. Мы идем к технократическому правительству. Вчера Дубилет написал в огромных тех действиях, которые были. То есть мы идем к диджитализации, нам проще будет это сделать. Будет этот закон, 100%. Иностранные корпорации используются всего лишь 12-15 лет назад. Смотрите, это очень маленький срок, потому что раньше срок жизни корпорации, входившей в Forbes, стал 60 лет. Сейчас срок корпорации мировой в списке Forbes, топ-500, 12-15 лет. То есть я уже мастодонт, мне уже моему бизнесу больше 15 лет. Все, кто продлежался более 15 лет, не поменял бизнес, это уже люди-бренды сами по себе. Бюджет спортсменского рынка Европы 8 миллиардов евро, естественно. И многие знаменитые спортсмены судьбы связывают с крупными марками. Теперь плюшка в зал. Назовите мне спортсмена. Он француз, который первый стал личным брендом. Обратите внимание, что личный бренд стал первым человеком из спорта. Не блогер, не владелец корпорации, а спортсмен. В 1998 году зарегистрировал свою личную марку. Это было прецедентом. Как вы думаете, кто это был? Это был француз. Зидан. Как? Зидан. 98-й год. Зидан еще не был. Не было кост, нет? Нет, нет. Блокост был раньше. Но локост-производитель марки был. А это профессиональный футболист. Французский футболист. А? Анри. Нет. Вот и не Анри. Это было чуть раньше. Эрик Кантона. Эрик Кантона, который играл за Мачестер Юнайтед. Которого, который... Представьте, у меня сосед англичанин. Они друг друга ненавидят. Они когда с инландцем приходят, у меня на балконе пить. Они там чуть морда себе друг другу не бьют. Особенно сейчас у кого паспорт круче. Нам это просто незнакомо. Чтобы французский футболист стал фанатом в Англии и среди английских фанатов очень жестких. А Лакост, кстати, если вы знаете, Лакост это футбольный бренд. Лакост с его утонченной рекламой это футбольная икона всех английских хулиганов. Футбольных хулиганов. Все английские, вся спизота, и кто посмотрел последний фильм «Джентльмены», если я не посмотрел, посмотрите. Вся английская спизота ходит в Лакосте. Обязательно. Хотя при этом дорогой бренд, вроде бы утонченный, с утонченной рекламой, но при этом ходят все английские битки. Так вот, Эрик Кантона в 1998 году зарегистрировал бренд и стал, помните, как Челентан на фирме «Блэв», когда он в часоточный заходил и касался ткани. Он этого тоже коснулся. Все. Потому что таким образом все, что он произвел, стало автоматически дороже. У меня есть слайд, мы будем об этом говорить. Когда я в школе Бойко, там раз в год меня просят прочитать тексты для 8-9 класса, вот регулярно читаю, я задаю им один и тот же вопрос. Они все сидят в конверсах. Я задаю вопрос. 9-10 класс. У всех телефоны, ну там, наверное, как полные машины. Ребятки, как сбить 20 баксов с ваших коммерсов. И все говорят очень просто. Отодрать звездочку. И я достаю 20 баксов и говорю, кто отдерет? Никто. Никто. Потому что это 20 баксов никому не нужны. Всем нужны звездочки. Хотя кеды без звездочек абсолютно так же и точно так же за 3 месяца убиваются и все такое же. То есть это только наше ментальное сознание. Поэтому спорт как бизнес мы должны привести. Итак, мы приходим к мясу. Существует 4 типа маркетинга в спорте. Первое. Маркетинг личностей, которые мы все знаем. Это Шарапова, Сирена Вильямс, Коби Брайан, Царствие Небесное, тот же Эрик Кантона, Рональда, Дэвид Бекхэм, там и так далее. Потом существует маркетинг места. Это Уимблдон, Ролан Горос, Аустралиан Упен, то есть когда у вас четко что-то есть связанное с определенным местом. Потом есть маркетинг идеи, об этом поговорим, и маркетинг организации. Как вы думаете, что такое маркетинг идеи? Кто с этим сталкивался? А это самое простое, что можно сделать в наших условиях, когда у нас нет бюджетов на них. Итак, маркетинг личности. Первый предмет маркетинга это личность спортсмена. Возможно, это у некоторых федераций, у некоторых видов спорта это человек, который популярен в своей среде и также популярен, может стать популярным, может стать известным для других видов спорта. У нас, скажем, Шевченко, когда Шевченко встречаешь в гольф-клубе, или те же самые футболисты сборной, и так далее. То есть, те люди, которые имеют широкую пиаровскую направленность. Но, обратите внимание, любой спортсмен, чего-либо достигший, а председатель Федерации стрельбы из лука говорит, что молодые дети, которые выходят тренироваться, они срубаны на месте, они его не осознают. Это проблема только внутренней коммуникации Федерации. Это проблема внутренней коммуникации Федерации, потому что Рубан должен мелькать везде. Они должны его, они должны его постить. Вы должны постить своих спортсменов, вы должны с ними выкидывать сторисы, вы должны с ними вывешивать плакаты, вы должны с ними делать афиши. Вот это будет предметом маркетинга личности. Не обязательно, что это должен быть маркетинг, это Дэвид Бекхам. Эти люди, олимпийские чемпионы, есть у нас. Или люди, завоевавшиеся первыми стать чемпионами мира. Вот это есть маркетинг. Их нужно постоянно пиарить. Постоянно. Маркетинг место. То же самое. Маркетинг идеи. То, что на самом деле очень просто и легко сделать, но почему-то никто не делает. И поэтому моя цель обратить внимание на него. Фитнес, спорт и детей, строительство спортивных объектов, спорт и здоровье. это как раз те вещи, на которых можно обращать внимание в нашей повседневной жизни. И маркетинг организации, когда вы действительно можете пиарить ту или иную федерацию, все что угодно, универсиады, какие-то взаимодействия с разным видом спорта. Я сейчас покажу, как это работает. Первое. Обратите внимание, маркетинг личности это Big Board 3. Здесь описаны все его достижения. Но в конце написано. Теперь забудь все это и начни сначала. Это просто до никогда. То есть, это может висеть в каждом подвале. Такой вид спорта, такой плакат, такую же тему, с таким же копирайтом. Мы на втором мастер-классе будем показывать, как копирайт при одной и той же картинке влияет на разные психотипы. Это легко сделать, если просто подумать и привлечь кого-то со стороны, либо просто придумать это самостоятельно, реализовать. Это просто реально. Реально это просто. Я буду показывать все время очень много примеров. И один из видов, напоминаю, стратегии воплощения это использование чужих идей. Не бойтесь правильно воровать. Я был на мастер-классе в свое время там Саачи-Саачи самого крутого креативного агентства мира. Так вот, показывал Кейси, креативный директор, когда BMW использует одного и того же человека, или Peugeot, например, в разные, ну, одного актера, этот французский танцор был, это Дабстеппер, и Битц, вот эти известные наушники, они использовались, использовали одного и того же человека. Не бойтесь, колобай, ну, не бойтесь того, что это кто-то уже делал. Вопрос в том, что это было популярно и для тех, кто ездил на Пежо, и для тех, кто пользовался наушниками Битц. Эти аудитории точно так же жили каждая по-своему. Они просто ассоциировали этого человека. Не нужно говорить, ой, это уже было. Ну и что, что было? Это могло быть в другом виде спорта. Возьмите, напишите эти же достижения и поставьте здесь логотип своей федерации. Или используйте еще что-нибудь. Не бойтесь этого. Идем дальше. Была скромная попытка в свое время, она и существует, вывести Дарья Беладит, это еще я помню, и Светолина была, Морщинская Спорт. То есть, это по сути дела одна из первых попыток, когда действительно Морщинская, чтобы вы понимали, это 30% рынка украинской воды. То есть, это топ, лидер. Остальные все, вот эти все бренды, которые мы там, включая Боржоми, там Березовскую, там и так далее. Ой, 30, 70, простите. То есть, это как най, это как какой угодно, ну, как Кока-Кола, только в ходе. То есть, они обратились к бренду, к маркетингу и сказали, да, давайте сделаем. Маркетинг место. Мы смотрели ролик, вы видели, это, например, очень просто, это марафон. Есть лондонский марафон, есть харьковский марафон, это маркетинг место. Как только сюда приезжают иностранные люди, люди из других городов, мы включаем маркетинг место. То есть, я хочу сейчас показать вам ролик, очень простой. вот он. Видите, сначала пока не ролик. То есть, обратите внимание, обменять количество пробежных мер можно на рановые центры Лондона. Идея рановодства с приложением Страва. Страву все знаете, кто бегает, знает Страву, да. Обратите внимание, что мы боимся. Здесь будет сейчас неоднократно, у меня несколько примеров тех коллабораций. Вроде бы бег и пиво. Казалось бы. Но, если кто бегал, все прекрасно знают, что после полумарафона лучше всего пару баночек пива. Ну, можно безалкогольного. То есть, я бегал в сафари вместе, то есть, первый раз для меня, когда было первый раз бежал, открыл попов, стоит ящик, все говорят, я говорю, зачем мне, попробуешь потом восстановиться. То есть, вот эти элементы, которые у нас закрыты, типа спорт это что-то святое, а вот там па пивной, это же там что-то для каких-то пузатых алкоголиков. Нет, используйте эти коллаборации. Используйте эти коллаборации. Вот еще один ролик, сейчас его, я его уже покажу, я же не мог, из вольфа. стоп, прошу прощения. Вот еще один ролик. Очень простой. Я не мог променуть мимо гольфа, потому что гольф на всю свою, вроде бы казалось, дороговизну, на самом деле не дороже, чем горные лыжи. Так вот, и если вы хотите увидеть там Брюса Кепку, пожалуйста, езжайте там в Турцию или там в Абудабе, вы увидите его. Вот текущий, сейчас он на третьем месте, потому что три месяца не играл, но он вернется в позицию, это номер один в рейтинге. Тайгерус восьмой. Что он сделал? Вот простой сюжет. Они договорились с пивом. В гольфе принято пить пиво, не во время профессиональных турниров или виски, а после, во время любительских турниров. Они договорились с пивом, что если Брюкс попадает, дело из этого пиар-шоу, основанное на его профессиональных событиях, что он должен сделать? Он должен попасть на плавучую платформу. Если он попадает, то в течение шести недель пивной паб, вот ультра, почему-то дальше. Пивной паб всех бесплатно угощает пивом. Они сделали из этого вот ультра, пиво ультра. То есть это пропаганда была. Очень много пивной рекламы. У нас очень сильно развитый пивной рынок. У нас очень сильно развитые пивные сети. Используйте их. Используйте дом пива. Используйте пробку. Я знаю всех. У хозяина пробки бегает триатлон. Точно так же. Он редкий, это все остальные сажки. Вы же можете спокойно привлечь их. Без проблем. Используйте. То есть тут вам фан. Он должен попасть на грин. Вот в ограниченное поле. Не просто оно. Это не счет. То есть он должен попасть сюда. Три. Это очень сложно. Я вам говорю, даже для номер один. Это реальный челлендж. И чтобы вы понимали, Брукс Кепка, то есть это человек, у которого гонорар за выигрыш полтора миллиона долларов. Это бесплатно. Это фан. Он не взял деньги с этого. Есть. Нет. И вот здесь и фигурирует реклама пива и фигурирует реклама павла. Конец. Концовочка сейчас не понравится. Гольф без понтовых вид спорта. Честно. Честно. Реально, если вы играете в гольф, это без понтовых. То есть это имиджевый момент. Маркетинг идеи. Идем дальше. Компания Nike установила баскетбольное концерн на вершине Олим в честь игроков в милорубке Бакси Аниса Адекома. То есть они просто, это стоило вертолету, условно говоря, они поставили там вертолету. Все. Об этом написали все мировые источники. Все. Потому что это прецедент. Вау, прецедент. Да, они потратились на это деньги. Но это вау эффект. То есть вот это маркетинг идеи. Маркетинг организации. Сейчас тоже покажу ролик. То, что очень близко вам. Обратите внимание. То есть каждый из нас занимается той или иной социальной составляющей. Вот они и обратили внимание. И это факт. Кто ездил в южные страны, прекрасно понимает, что серфить можно среди бутылок. Вот у меня друзья ездили. Это жесть просто. Каждый год вот сколько там, 8 миллионов, я смотрел цифры, по-моему, 8 миллионов тонн пластика ежегодно люди выбрасывают. То есть вот страны и океане, и Индонезии, там просто берега такие, и все. Они не просто в сумасшедшем пластике. Они сделали из этого видео ролик совместно. То есть, но ролик сделала, идея обошлась, компания, парлей, не Adidas. Что они сделали? Они сделали, из них сделали технологические кроссовки. Из отработанного пластика. Рассчитаны исключительно на молодежную аудиторию. Это супер популярная тема. Я сейчас переделаю младшую дочку в садик и зашел рядом с ней кофейный меркель. Очень масса кофеев. Сейчас очень много выделится. Парень говорит, о, я знаю, вы сейчас попробуете. Он говорит, а ну-ка попробуйте кофе. Я пробую, говорю, слушай, виски пахнет. Это виски, это кофе называется скотч. Я говорю, я хочу купить. Он говорит, я полкилограмма урвал. Он мне предложил, я теперь не забуду, не забуду про этот кофе, про эту кофейню. Он меня распознал, что я разбираюсь кофе и дал мне это предложение. Он говорит, если будет, я вам скажу обязательно. Все. информация должна рассчитана на моих ментальных и моих духовных составляющих. Я люблю виски, я люблю кофе, я люблю разбираться в чем-то, я люблю это анализировать, он мне это дал. Все. Это очень важный момент понимания того, что если вы дадите части людей то, что они хотят, с духовной составляющей, они будут вашими. Тренды. Тренд номер один. Женщина в спорте. Спасибо вам большое, милые дамы. Но тренд всемирный номер один. Обратите на это внимание. И всемирные тренды мы должны учитывать, потому что мы практически не отстаем от Европы в технологической части. С точки зрения покрытия соцсетей, скорости донесения информации и бла-бла-бла-бла технологических всех элементов мы находимся, как и любые европейцы, а иногда и быстрее, чем немцы или там, чем поляки. Моя старшая дочь учится в Польше. У поляков шикарно развитая инфраструктура, но они по сравнению с нами полностью дети с точки зрения использования некоторых диджитал элементов. Мы их опережаем. Но у нас нет таких рынков, у нас нет такой инфраструктуры, у нас в 4 раза ниже средний уровень заплаты. То есть, хотя мы умнее их, потому что нет понятия равно умный, равно богатый. Нет такого понятия. Есть понятие ты маркетингово умный, ты можешь донести ценность, а поляки всю жизнь создавали ценность, они всю жизнь создавали своим трудом. Поэтому польская экономика и не проседает. Здесь у нас есть один очень интересный ролик, то же самое я его покажу, потому что он очень эмоциональный. Обратите внимание, я специально подобрал те видео, которые вы зашли в любой вид спорта. Они не про спорт, не про вид спорта, они про жизнь, про эмоции. Они про гендер, про мужчин и женщин. Они про глобальную. И таких материалов масса, их миллион. Это ролик из Сирены Вильямс в поддержку женщин в спорте. Потому что считается, что все, что ты делаешь так, значит, ты сумасшедшая. То есть вот эта идеология. Ты не такая, значит, ты сумасшедшая. Женщины играют в баскетбол, они сумасшедшие. Женщины-боксеры сумасшедшие. Женщины-тяжелоатлеты там сумасшедшие. Мусульманка сумасшедшая. То есть не такая, как все, значит, сумасшедшая. Нет. Вот спорт позволяет это дело искоренить. Покажите им, что мы ведем сумасшедшие. Один из массовых трендов, который действительно движется и который нужно учитывать, это женщина в спорте. Поэтому ваши рекламные кампании даже для мужских видов спорта традиционно следует таргетировать на женщин и девчонок. Следующий момент использование диджитала. Использование диджитала, использование приложений являет для нас мы, обратите внимание, есть очень четкие понятия тренда Украины. Украина страна техногиков. Мы четвертые в мире техногики по использованию мобильных приложений. В мире! То есть это тренд, ну извините, вот нельзя тисать против ветра. Используйте мобильные приложения, используйте те, что у людей по два телефона, используйте, что они сидят. Да, с одной стороны мы пытаемся уберечь детей спортом от мобильного телефона, но с другой стороны попробуйте, у нас, у меня знакомая киевлянка, директор телеканала в Лондоне украли сумку с документами. Это у человека взрослого, который великолепно знает английский. Я даже английский забыл, у меня был шок. Потому что в моем мобильном телефоне и в моей сумке были карты, я не помню ни одного номера мобильного телефона, вы помните? Я мамин мобильный телефон не помню, только супруги свои, потому что там нули одни. Знаете, что было сложное для нее? Она вспомнит пароль от фейсбука. Вот она говорит, после того, вот я вспомнил один пароль и дальше, а сначала у меня был шок и истерика, потому что вы не готовы к тому, что изменилось, что у вас забрали диджитал, потому что вы привыкли, что у вас здесь приложуха, что ее можно иногда снести или закачать новую, и она облегчает вам жизнь. Это наш тренд, его надо использовать. Есть четкое понимание движения любого бренда, фокус, отличие, тренд и коммуникация. Коммуникация. Вот это вот то, что движет любым, любым бизнесом, любым клубом у вас должна быть фокусировка, вы должны в чем-то отличаться, потому что мозг в первую очередь должен замечать различия, так он устроен. Вы должны использовать тренды, один либо несколько, плыть их, и вы должны коммуницировать, вы должны это доносить, потому что не названо и не существует. Обязаны. Следующий момент. Социальные сети. То есть социальные сети и использование, в Twitter мы не используем, но у нас Telegram, Telegram-каналы, представляете целое виртуальное пространство. Социальные сети это не просто must-have, это просто неотъемлемая часть жизни, где люди проводят значительно больше, чем в оффлайне. Поэтому, если вы хотите перетащить людей из оффлайна спорт, как бы вы не противились, либо учитесь этому, мы будем вас учить, либо привлекайте специалистов. Но это обязано быть. То есть если у вас нет, если вы этого раньше не делали, или потому что до этого не делал никто, это только ваша проблема. И это проблема ваших денег в будущем. И космаркетинг. Кто-то слышал об этом? Тоже тема, которая очень легко может быть использована. То есть раньше такого не было возможно. Космаркетинг это маркетинг идей. То есть вот компания Parley и работа с Adidas это идея. Они пришли к Adidas с идеей. У нас есть идея обратить внимание на это. Можете помочь? Да. У нас огромный рост стартапов. Огромный рост стартапов. Почему стартапы это идея? Мы страна, которая генерируем идеи. Так вот если у вас есть идея пусть эта идея будет вашим стартапом потому что вы всегда можете найти инвестора под вашу идею. Пусть эта идея может касаться какой-то коллаборации какого-то совместного проекта. Это может быть стрельба из лука на шоу мероприятие. В гольф-клубе отлично можно пострелять стрельбу из лука. Вчера на Масленице тысячи человек. Можно было условно говоря можно было устроить стрельбу из лука на открытом пространстве. Неважно на каком полигоне и так далее. Но для этого нужно прийти и предложить смотрите вы нам заплатите вот столько денег а мы вам устроим вот такое шоу. Вот это может быть идея. То есть и так далее и так далее. Коз-маркетинг один из очень важных составляющих. То есть маркетинг идеи. Не нужно для этого много денег. Нужна просто идея и нужно донести эту идею до того человека то есть составляя кому это будет интересно. Что у нас здесь? Вот это хороший ролик. Toyota. Паралимпийский спорт. В Украине огромное количество инвалидов. Украине огромное количество онкозаболеваний. Мы об этом не говорим. Начинайте об этом говорить. На прошлой неделе в Харгере открылся ресторан на Артема кушев в Молчевске сейчас. В котором работают 10 человек с синдромом об этом написала украинская правда. Это охват по статье который никогда вы не получите. То есть никогда ни за какие едины. Ну только за проплаченный день, который читать не будут. То есть это четкий козмаркетинг. Это потому что очень сложно даже в Харькове выделиться тем или иным ресторанам. Да потому что есть рестораны грузинской кухни, аврабской кухни и какой-то кухни у нас нет. А вам все равно что будет приносить. Что вы будете приходить? Вы будете смотреть. Для части людей это сумасшествие. Вот как раз crazy. А для части людей, особенно молодежи, они будут приходить и они приходят туда и смотреть на это и обсуждать это. И это очень важно обратить таким образом внимание. Хотя это бизнес. Полноценный бизнес. И смотрите внимание то же самое. Киберспорт растет. Мы говорим о том, что не обсуждаем это хорошо или плохо, но это подтверждение того, что мы страна и вообще молодежь все равно мы не можем как сказать оттянуть ее от мобильных телефонов. Тогда давайте чтобы этот мобильный телефон хотя бы каким-то образом был приносил пользу. Так. Что у нас E-Sport и последний видеоролик на сегодня. Очень провокационный. Я ее нашел не очень провокационный, но с точки зрения нас это какое-то непонятное сотрудничество. как вы думаете, что это будет? Баскетбол? Отлично. А что еще? Нет, баскетбол с чем? Spirit of the NBA. Все. А теперь скажите, кто из вас обращался к алкогольным брендам за спонсор самоподдержкой? А это самый растущий рынок в Украине. Алкоголь, сигареты, наркотики, оружие на стадионе. Смотрите. Вопрос в том, что это запрещено законом. У них тоже это запрещено в таком виде. То есть вопрос в том, что алкогольные бренды например бренд Глова, чтобы вы понимали, бренд доставки, он принадлежит Перно Рикару. При этом никаким образом вы не затрагиваете интересы всех людей, которые доставляют. Перно Рикару это самая известная алкогольная группа. То есть да, реклама в таком виде запрещена, но у вас не запрещен космаркетинг, у вас не запрещены третьи стороны этих групп. Есть очень много продуктов, например, связанных с, у нас, например, в том же самом гольф-клубе висят флаги Джек Дэниелс. Там просто флаг висит Джек Дэниелс, никакого алкоголя, кроме одной лунки, когда вы можете получить бутылку дорогого Джек Дэниелса, если как брюс-кепка попадете ближе всего к флагу. То есть все обходится, все в рамках законодательства. Вопрос в том, что вы хотите с этим сотрудничать или нет. Вы можете это использовать? Да. В лобовую нет, конечно. В лобовую конечно нет. На сегодня все. Хочу услышать от вас вопросы. Старался быть эмоциональным, старался немножко вас зажечь. Все остальные занятия будут сугубо практически. Мы будем отрабатывать материал шаг за шагом. Они будут включать ваши мозги, включать какие-то ваши вопросы, включать ваши проекты, включать ваши бизнес-составляющие, заставлять вас задумываться тем, чем вы раньше никогда не задумывались. Какие есть вопросы по итогам сегодняшнего дня? Я хочу резервировать только 4 вещи, наверное, это маркетинг личности, маркетинг организации, маркетинг идеи и маркетинг места. Вот если вы вынесете и мое вам домашнее задание и предложение, проанализируйте до пятницы, я готов буду с вами это обсудить. Относительно вашей каждой федерации, относительно каждого вашего вида спорта, относительно вас, какой бы маркетинг для вас был лучше всего? Какой из видов маркетинга? Может быть 2-3, можете использовать все 4, и что вам для этого нужно? Зачастую надо фокусироваться, помните, фокус, отличие, тренд. Иногда есть виды спорта, которые могут использовать все 4. Я вам предлагаю подумать над этим и готов буду обсудить следующую пятницу конкретно вашу проблему, скажем, или ваш кейс, как это говорят в бизнесе. Какие есть вопросы? А эти презентации будут у нас? Да, презентации будут, мы просто обсудим с Виталием каким способом мы это будем делать. Технический еще момент. нам нужно создать группу для единства общения. выберем мессенджер, в котором мы будем это делать. Конечно, лучше всего это делать в Телеграм. Готовы ли? Все ли имеют аккаунт в Телеграме? Отлично. Тогда мы сделаем группу в Телеграме для того, чтобы и то же самое обратите внимание, то есть вы можете в Телеграме вкидывать мне какую-то информацию, задавать какие-то вопросы, потому что не бойтесь задавать вопросы, потому что ваш вопрос может быть актуален либо ответ на ваш вопрос может быть актуален для вашей коллеги либо для другого вида спорта. Поэтому я буду пытаться отвечать по мере возможностей, то есть не, так сказать, онлайн, но не очень быстро. то есть я готов уделять этому время или если у меня не хватит компетенции, значит буду пытаться найти каких-то своих коллег для того, чтобы они ответили на ваш вопрос. Еще вопросы? Слишком много слов фокус отличие от тренда. Коммуникация одновременно, фокус отличие от тренда. Слов как раз очень мало. Слушали и поехали. Смотрите, фокус, на чем вы фокусировали? Конкретный пример будет рассмотрен на 5-ом и 6-ом мастер-классе. Фокус один из элементов бренд-кода говорит ваша польза. То есть если я сейчас зайду на все ваши сайты, части я смотрел, анализировал. Если вы зайдете на мой сайт бумеранда, вы увидите мы такие-то, такие-то, работаем для того-то, делаем это так-то, так-то, наша ценность такая-то. То есть это бренд-код, 6 позиций. Ни на одном сайте своих клиентов, которые ко мне приходят, я этого никогда не вижу. Это что-то, какое-то облачное знание, какие-то общие фразы. Вы на что-то конкретно фокусируетесь. Знаете, вот есть была пицца, Виталик, Саша, господи, сосед мой, всю жизнь сначала стоял сам, вот он, у него фраза такая, мы делаем пиццу, делаем ее хорошо. Вот это фокус. Он делает только пиццу. И все. И все. Вот он говорит, я делаю пиццу, делаю хорошо. Кстати, вам пример. Пиццу придумали в Неаполе. Пиццу придумали в Неаполе. Но мы пиццу едим по всему миру. Почему? Что мы делаем? Мы едим рецепт этой пиццы. Той пиццы, которая у нас. Потому что в Милане пицца другая, и она не зашла по всему миру. И для того, чтобы пицца вернулась, ее должны были вернуть американские военные, после иммигранта, уехавших в 20-е года, и вернулись потом и американцы эту пиццу, которую мы с вами едим. А ко мне сейчас пришел заказ на создание сети пиццерии по всей Украине. Мы ее сейчас воспринимаем. Мы с вами и отрабатываем рецепт. У вас из каждого есть свой уникальный рецепт. Что вы делаете? Вот это ваш фокус. Второй момент. Это отличие. Отличие это использование эгоизма и нейромаркетинга, потому что мы все сами эгоисты, и первые ключи нейромаркетинга, бессознательного управления, это эгоизм. Это я или мне, это мое отличие. Вот чем вы отличаетесь, потому что есть у вас прямые конкуренты, есть конкуренты, есть, назовем, коллеги, которые делают то же самое, а есть заменители. И часть людей говорит, мы уникальны. Вот я помню, я был директором радиостанции пять лет, и все время из отдела продаж нам приходили и говорили, клиенты сказали, что они повесили бигборд, потому что для клиента было все равно, куда потратить деньги на рекламу. А я сказал, что неправильно вы проанализировали, вы должны прийти и сказать, бигборд работает от 14 дней до 60, и вы хотите на бигборд повесить скидку. А радио работает с первого момента, как вы услышали, в течение недели. То есть радио через две недели перестает работать. Поэтому, если вы хотите расслышать скидки, про рекламировать скидки, то вы должны рекламироваться на радио. Это я уже в коммуникации говорю. А если вы хотите говорить, новый магазин открылся, тогда вешайте бигборд. Потому что я вышлю все в радио, не побегу за новым магазином. Это для меня просто поставлю себе в план. То есть, это особенности коммуникации, потому что все коммуницируют либо по старинке, либо по наитию, либо потому что так кто-то из них делал. Либо так были приняты до него. В соушиал-медиа-маркетинге существует фраза, на которую люди не обращают внимания, а мы обратим. Это сам маркетинг и таргетинг. Потому что все думают, что если она пусть запустил какой-то постец или выложил какую-то сториз, то этого достаточно. Нет. Нужно, чтобы этот пост увидело таргетированное количество людей, которым нужен ваш фокус и ваши отличия. А если соцсети так и работают, что пока денежку хотя бы 200 гривен, 300 не кинете, то у вас охвата не будет. А уж когда вы это кинете, то через какой-то период времени вы можете высчитать, например, а сколько мне денег нужно на привлечение людей на мою страницу. И тогда после этого анализировать фактор. Если я сейчас делаю набор, мне нужно вкинуть деньги, это увидит большее количество людей, и тогда я размещу этот пост, и тогда эти люди дадут мне своих детей. Или там используют геотаргетинг и так далее. Вот так как это работает. То есть определить свой фокус, то, что вы лучше всего делаете. Определить отличия. И отличия может лежать не в функциональном поле, не быстрее, не дешевле. Самое главное я хочу вам сказать. Есть очень умная фраза Питера Друкера. Простите, Питера Друкера тоже много есть. По-моему, в Райан Атрессе. Конкурирует за деньги, конкурируют только дураки. Вот в бизнес-модели, которую мы будем рассматривать, там цена вообще не существует. Там есть понятие источников дохода и расхода. И есть четкое понимание, если вы не добираете по цене, значит вы работаете просто не на ту аудиторию. А нужная аудитория о вас не знает. И вот это сейчас проблема вашей коммуникации. То есть нет понимания того, что это дорого или дешево. Есть только понимание того, что я работаю не на целевой аудитории. Для одной аудитории кажется, что это дешево, потому что столько что это дорого, потому что вот там за углом стоят это 3 копейки. Но футбик же продает свои услуги и франчайзинг. А в подворотне это стоит в 5 раз дешевле. И люди несут футбик деньги. То есть любой бренд создает ценности и об этом будем говорить дальше. То есть о том, как создавать ценности, как их доносить, как их продавать, как анализировать, как таргетировать и так далее. Кто является вашим клиентом, кто не является, кто может быть потенциальным клиентом, кто вообще никогда не будет про вашим потенциальным клиентам. То есть включаем ресурсное мышление, моделирование и все те бизнес-элементы, которые я применяю для бизнеса, для того, чтобы делать бизнес успешно. То есть обо мне не существует. Я мониторю свои отзывы, и я каждый проект у меня как дизайн-ателли, как пенинфорина, как как хотите, как абарты и так далее. Я довожу каждый проект, с которым я работаю. Поэтому я четко пытаюсь вывести и проект совместно с людьми. И вы должны понять, что вы, почему важно, чтобы вы поняли аспекты базовые. Потому что, если вы их не поймете, то вы не сможете нанять человека, который правильно вас проконтролил, чтобы вы его проконтролировали. Не чтобы он сделал за вас работу, а чтобы вы просто выставили точки контроля и понимали, что спрашивать, что важно, а не то, что вам расскажут. Мы вам три поста в день сделали, за месяц 90 постов. Как толку с 90 постов? Лучше бы вы подумали, сделали какой-нибудь один вот такой постмаркетинг идеи и получили бы кроссмаркетинговый охват значительно больше. Речь же идет не об объеме, те более механизмы и алгоритмы каждый раз меняются. Речь идет как и в спорте, об одном, в бизнесе. И эффективность. Насколько вы эффективны. В бизнесе это просто. Ваши доходы превосходят ваши расходы настолько, насколько вы хотите. Сколько у вас кэш? остается. Еще вопрос. Если нет, надо сделать фоточку обязательно.